И всем привет! После того, как мы вам показали еще раз позиции ног, теперь давайте рассмотрим позиции рук и еще раз закрепим успех, который мы уже имеем. Итак, по вагановой у нас основных позиций 4, и первой называется не первой, а подготовительной. Итак, посмотрим, как она выглядит. Итак, наша подготовительная позиция выглядит примерно следующим образом. У нас идет овал в руках, позиция удлиненная. Кисточки, как вы видите, продолжают этот овал, то есть они не сгибаются к себе и не вытягиваются вниз. Итак, здесь у нас пальцы не зажаты, никогда не зажимаем пальцы. До локтя у нас идет напряжение, от локтя ниже кисти и низ свободен. Итак, смотрите, здесь, еще раз вспоминаю, подготовительная позиция, к себе не прижимаем. Теперь дальше идем. Поднимаем в первую, поднимаем от локтя. Кисти всегда чуть ниже, у нас всегда идет не спадающая, плечо, локоть, кисти, при этом кисти не провисают. Мы должны поднять примерно на уровне пупка, примерно здесь, чуть, может быть, пониже. Если мы поднимем еще выше, будет завышенная позиция, будет уже не так красиво. Еще один момент. Не удлиненная, а по сравнению с подготовительной позицией, наоборот, закругленная к себе. Но при этом мы не создаем острый угол. Идем дальше. Следующая наша позиция уже третья. И я не говорил, что не вторая, а именно третья. Поднимаем наверх плечи, опускаем вниз. Руки, поднявшись, удлиняются. То есть аналогично с подготовительной позицией, только наверху. Теперь как мы должны понять, что мы подняли их правильно? Когда мы смотрим точно перед собой, голова не задираясь. Поднимаем глаза и должны видеть наши мизинчики. Если мы их видим, значит наша позиция правильная. Теперь на самую сложную позицию, на вторую. Идут движения от пальцев. Обязательно вдох. Теперь смотрите, куда у нас смотрят руки. По этой же траектории мы открываем. Делаем и раз, приоткрылись. Ведем, 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 ведем. И они немножко перед собой оказываются. Сомните, не сгибаем, не здесь, не заводим назад. И не таким способом. Вот пальцев приоткрыли, вывели чуть перед собой. И то же самое. У нас не спадающий плечо, чуть ниже локоть и чуть ниже кисть. Это будет наша вторая позиция. Отсюда меняем позировку Аленжи и опускаем вниз. Теперь, изучив основные положения, мы можем с вами быстренько сделать первое портебра, которое нам пригодится впоследствии. Значит, как оно делается? Мы делаем и поросем. Приоткрыли немножко руки, вздохнули. Закрыли. При этом не локтями, ничем. Приоткрыли. Закрыли. Например, работаем с правой рукой. Дальше заглядываем в правую кисть. Отсюда мы идем выше. Поднимаемся, смотрим. Но при этом не закидаем голову. Отсюда приоткрываем. Также смотрим на кисть. Здесь меняем положение чуть ниже голова рука. Приоткрыли. И снова закрыли вниз, подхватив руки, чтобы не было вот таких движений. Итак, сегодня мы с вами посмотрели наши основные положения в руках. И сделали первое портебра, чтобы закрепить этот круг, как он правильно должен проходить. Ну, увидимся с вами в следующей серии. Продолжение следует...